И вернемся к нашим событиям. Родители казахстанских школьников собирают подписи под петиции против новых учебников по русскому языку за 5-й и 7-й классы. Бурное обсуждение этой темы прошло на экспертно-рабочей группе Общественного совета Восточного Казахстана. Педагоги и чиновники пытались переубедить родителей, получилось ли у них это. Расскажет Антон Сергеенко. В зале страсти накалены до предела. Родители школьников и участники экспертной группы спорят об учебниках по русскому языку. Мы хотим убрать из обращения учебники 7-го класса, учебники 5-го класса, а также не допустить распечатку учебников 3-го, 6-го и 8-го класса, которые пока только на сайте выложены. Потому что мы не согласны с заданиями в этих учебниках. Мы боимся этой новой программы. Мы бы хотели, чтобы они изначально прошли сначала обрабацию. К новому учебнику просто нужно привыкнуть, твердят учителя. Он якобы призван воспитать свободную личность, не скованную системой зубрёжки. Содержательная сторона, она не изменилась. Изменился подход к изучению предмета. На абстрактном тексте ребёнок должен выделять грамматическую форму. В управлении образования же уверяют, учителя по обновлённому содержанию учебников прошли курсы переподготовки и знают, как преподавать этот предмет. На сайте Министерства образования обсуждаются новые учебники. Со стороны Министерства образования пожелания родителей были приняты. В будущем они будут учитывать их мнение. Тем не менее, инициативная группа просит президента наложить мораторий на внедрение обновлённой программы и вернуть ранее используемые учебники 2012 или 2015 года издательства «Атамура». Родители из Уральска, Шемкента и Актау тоже начали сбор подписей. Они верят, что могут повлиять на ситуацию, ведь президент обещал разобраться. Вазахстанцы сейчас бурно обсуждают реформу образования. В частности, критики подвергли учебники по русскому языку за 5-7 классы. Родители недовольны заданиями про Ивана Урганта, про его шоу. В общем, там несколько заданий. Хотелось бы ваше мнение узнать, как вы относитесь к новой системе обучения детей. Спасибо. Я, честно говоря, я всё знаю, но в этом я оказался сейчас неосвозумлённым. Я не знаю, о чём идёт речь. Давайте разберёмся. Должно быть нормально. Должны быть нормальные учебники, которые удовлетворяют спрос для того, чтобы нормально воспитывать детей, нормально учить. И родители должны быть довольны. Ну и после этого Министерство образования продолжает настаивать на обучении детей именно по этим книгам. Так что поможет ли петиция президенту – вопрос. Антон Сергенко и Кирилл Ефремов. Информбюро. Усть-Каменогорск.